Третий трейлер про Виктора уже готов и он будет загружен с минуты на минуту. Ну а последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь. Лично мне никогда не везет, а тебе должен выпасть самый лучший дроп, потому что ты этого достоин. Поэтому прямо сейчас ставь лайк и проверяй свой инвентарь. Ребята, всем привет! В данном видеоролике мы с вами поговорим про третий тизер с персонажем Виктор. Я вам расскажу, что там будет и что нам стоит после этого ожидать в дальнейшем. Ну а перед началом ролика я бы хотел разыграть данные АКР. Для участия тебе просто нужно поставить лайк, подписаться на мой ютуб канал с колокольчиком, а также подписаться на мой телеграм канал по ссылке в описании, ведь выполнив эти три простых условия, ты уже имеешь огромный шанс на победу в данном конкурсе. Поэтому выбор абсолютно за тобой. Ну а теперь давайте приступать к видеоролику. Берите с собой все самое вкусное и приятного вам просмотра. Ну а на GGSNDOF уже появилось волшебное обновление. Обновление. Забирай мой промокод, который подарит тебе плюс 20% к депозиту. Для этого выбирай удобный способ оплаты и вводи мой промокод. После пополнения обязательно залетай в лавку оливандера и обменивай галеоны на крутой приз. Чем больше обменяешь, тем круче и дороже получишь скин. А также открывай ивентовые кейсы, получай энергию и сражайся с Волан Де Мортом. Ну а специально для тебя у меня есть промокод на бесплатный кейс. Обязательно крути его и получай годные скины. Выполняй задания Ордена и покори топ. Чем больше заданий, тем больше голды. Итак, дорогие друзья. На данный момент стало известно много информации, которая лично меня повергла в шок. На данный момент уже выложили два тизера с представлением персонажей с карты Зоны 9. И остался лишь последний тизер с персонажем Виктор. Ну а для начала давайте вообще с вами обсудим, что было показано ранее в предыдущих двух тизерах. В первом тизере по сути не было показано абсолютно ничего, кроме предыстории данного персонажа. А вот уже во втором нам показали новый нож, который очень сильно похож на нож Кинжао. Это опять же именно моя догадка и если вы с этим не согласны, то обязательно напишите в комментариях свои предположения. Мне будет очень интересно почитать и узнать ваше мнение. На этом ноже лично я увидел скин Релик, который будет с паттерном. Ведь если присмотреться, рассказ действительно очень похож на тот, который был ранее уже присутствовал на ноже Фен. Пока что неизвестно будет ли это новый нож в Неймелес коллекции, потому что на это намекал Веля. Либо же он будет в пасе, либо же в новом кейсе. Выйдет обнова и мы все увидим. Также здесь уже был показан новый скин на Дигл. Кстати, выглядит довольно таки неплохо. Ну а также на татуировке у персонажа Цезарь, который является, кстати, главой этой банды, можно было заметить надпись 316. И многие игроки уже начали предполагать, что это означает третий месяц и 16 число. То есть 16 марта этого года. Я, если честно, в чем-то с этим согласен и очень жду именно этого числа. Чтобы посмотреть, угадали мы все с этим или же нет. И по всем этим тизерам можно уже примерно понять, что будет происходить в третьем тизере с персонажем Виктор. А именно то, что нам покажут как можно больше скинов и, возможно, даже второй скин на нож. И не нужно думать, что третьего тизера не будет. Ведь совсем недавно Бэхолдер в своем официальном телеграм-канале выложил пост с надписью Next, где был показан персонаж Виктор. Так что все, что нам осталось подождать, это когда Бэхолдер выложит пост с надписью 3. И именно в этот же день, в 6 часов вечера по московскому времени, выйдет и третий тизер. Ну а на ваш вопрос, что же будет уже после этого? Как по мне, будет еще один трейлер, только уже с объединением этих персонажей и Бэхолдера вместе. Ведь неспроста сегодня появился постер со всеми этими персонажами. Так что примерно вся эта история наконец-то закончится в 10-12 числах марта. И как раз ближе к 16-му числу вполне возможно, что выйдет обновление. И да, ребята, те, кто говорят, что с обновлением очень сильно тянут, я с вами в чем-то согласен. Но все же разработчиков можно понять, потому что они подогревают интерес к обнове. И самое главное, на их месте не сделать так, чтобы всем на это уже стало пофиг, и все забили на новые обновления. Ну а что же по поводу новой карты? Кто еще не в курсе вчера, мы все могли лицезреть, что если забить данный ID в поиске игры, то можно было наткнуться на разработчика, который уже находится на билде 7-го сезона, и в открытую тестирует карту Зона 7. И вот тут пока что непонятно, что же это будет именно. Либо же полная замена карты Зоны 9, либо же будет две карты, похожие друг на друга. И именно сегодня такой ютубер, как Мафиозник, задал вопрос этот разработчикам нашей игры, на который они дали вот такой развернутый ответ. Как вы прокомментируете то, что замечено на Зону 7? Зона 7 это чуть больше, чем Зона 5, но чуть меньше, чем Зона 9. Вот так вот. И вот собственно все карты и стали известны, а именно это будет что-то среднее между картой Зоны 5 для командного боя и картой Зоны 9 для ММ и напарников. С каждым днем появляется все больше и больше пасхалок и ответов на часто задамаемые вопросы. Поэтому ждем с нетерпением следующий день, в котором мы узнаем еще больше информации. Но обновление, по моему мнению, выйдет уже в 15-20 числах марта, поэтому будьте максимально готовы к этому. И чтобы этот момент ни в коем случае не пропустить, я вам советую подписаться на мой телеграм-канал, на который ссылка находится в описании, ведь именно там я вам в первые же секунды после этого расскажу об этом. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забывайте про лайк и подписку на мой ютуб канал с колокольчиком, а также про розыгрыш данного АКР в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну а если именно ты досмотрел ролик до данного момента, то напиши в комментариях. Я жду третий тизер и к этому предложению добавь свой игровой айди от аккаунтов Standof2 и спамь это сообщение 100 и более раз в комментариях под данным видеороликом, ведь среди вас я выберу несколько комментаторов и положу им по 500 голды на АКР. Чем больше комментариев, тем больше именно у тебя будет шанс на победу. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока.